Добро пожаловать на канал, друзья! С вами мы сегодня находимся в районе под названием Sherman Oaks, куда мы приехали, чтобы осмотреть вот этот прекрасный дом, который расположен сразу позади нас. Он выполнен в стиле, называется Modern Farmhouse, в доме 5 спален, 4,5 ванной комнаты, общая площадь жилого пространства составляет почти 3800 квадратных фут, а сам дом расположен на ровном участке площадью почти 7000 квадратных фут. Мы приветствуем вас на канале о недвижимости в Лос-Анджелесе, и, конечно же, я не могу не согласиться с окопом. Это действительно красивый дом, он был недавно построен с элегантными деталями, дизайнерскими штрихами и роскошной отделкой. Мы очень рады провести вам детальный тур по этому дому, и, конечно же, надеемся, что нам удастся передать всю элегантность и продуманность планировки этого дома. И, кстати, если он вам очень сильно понравится, и вы захотите его приобрести, то цена на сегодняшний день 3 миллиона 200 тысяч долларов. Ну что, давайте начнем наш тур. Ну а прежде чем мы зайдем внутрь, давайте обратим внимание на экстерьер данного дома. Он выполнен, как вы видите, в двух тонах. На верхнем уровне он сделан из темно-серого сайдинга, а нижний напоминает естественное дерево в светлых более тонах. Что мне нравится еще в экстерьере, это, конечно, то, что гараж пристроен, и дверь гаража выполнена из металла и стекла, что отлично сочетается с общим архитектурным стилем данного дома. Также стоит обратить ваше внимание на темные светильники, которые прикреплены на стенах этого дома, темные линии на крыше, окна и, конечно же, элегантная входная дверь. А теперь давайте пойдем внутрь и осмотрим, что есть в этом доме. Ну вот мы уже и внутри дома, у входа, и прежде чем пройти по коридору, чтобы попасть в главные части дома, давайте осмотрим в одну из пяти спален, которые находятся на первом этаже, прямо рядом со входом. Эта спальня оформлена как офис. У нас здесь есть два окна, выходящие на передний двор, и красивая акцентная стена, покрытая деревом и покрашена в темно-серый цвет, так же, как и экстерьер дома. Это пространство хорошо подойдет в использование как офис, но оно также может использоваться и как спальня, так как здесь есть полноценная ванная комната. Ванная у нас здесь очень хорошего размера. Мне очень нравится серая плитка, которая прекрасно сочетается с темной плиткой на стенах. Также у нас здесь есть белая столешница из кварца, плавающие кабинеты и душ. Но мы продолжаем наш тур, пока мы еще не попадаем в главную часть дома, а давайте осмотрим вот этот уголок. Здесь у нас есть гардеробная, и сразу напротив находятся двери в гараж на две машины. Дальше по коридору у нас есть санузел. На самом деле санузел здесь очень красивый, в нем есть дизайнерская отделка, широкие деревянные панели на стенах от потолка до пола. Такое не так часто встречается. И также у нас есть элегантный кварц из черного камня на раковине. И на самом деле много места, как для туалетной комнаты. Ну а дальше у нас прачечная комната. Здесь есть шкафчики, есть умывальник, а также место для сушилки и стиралки. И, кстати, прачечная у нас выполнена в светлых тонах. Ну а вот и главная часть дома. Почему я говорю главное, так это потому, что именно здесь большинство людей проводят больше всего времени. Здесь открытая планировка во всей красе. И прямо передо мной находится просторное обеденное зало. С современной люстрой в золотых тонах. А также есть парочка окон, которые выходят в аллею, где застройщик посадил фикусные деревья для того, чтобы создать приватность и уют. И сразу рядом с обеденной зоной у нас имеется винный шкаф со стеклянной дверью. Он не очень большого размера, но я думаю, в нем легко можно разместить до 40 бутылок вина. Ну а теперь давайте осмотрим эту потрясающую кухню. Конечно, кухня – это одна из самых главных и любимых частей дома, большинство покупателей любого дома. Это не просто место, где вы будете готовить еду, но зачастую будете угощать друзей или же наслаждаться бокалом вина с подругой. Так что эта кухня у нас реально очень красивая и сможет удовлетворить потребности самого привередливого повара. Кухня у нас сделана в более темных тонах, которые хорошо сочетаются с характером и экстерьером дома. Кварцевые столешницы и остров в виде подопада, которые мне лично очень сильно нравятся. Также есть интересные светильники кубической формы прямо над центральным островом. Барные стулья направлены на гостиную и дверца холодильника элегантно скрыта за деревянными панелями. Кухонная техника здесь первоклассного бренда Thermador. Все в этой кухне так красиво и гармонично. Вот вытяжка отлично сочетается со шкафчиками и ее не сразу заметишь. А если вам интересно, где находится микроволновка, то она встроена вот здесь в центральный остров. Также у нас здесь есть две раковины, одна из которых с видами на задний двор. Эта кухня действительно одна из лучших, которую мы когда-либо показывали на этом канале. Ну а теперь с кухни мы плавно попадаем в гостиную комнату, где у нас есть встроенные в потолок динамики, светильники, стеклянные полки с подсветкой, на которые вы легко можете расставить семейные фотографии, либо же интересные скульптуры. Дальше у нас есть стена, выложена из камня, также камин и еще есть несколько полок и подвесных шкафчиков. Итак, теперь уже через раздвижную дверь мы можем перейти на красивый задний двор. Ну а пока Люба показывала вам первый этаж, я уже успел детально осмотреть задний двор, который был очень продуманно переделан в такую зону для отдыха девелоперам. Но прежде чем мы его детально осмотрим, хотелось бы сказать несколько слов о районе, в котором мы находимся. Мы буквально в нескольких кварталах на севере от Вентура Бульвар. Как вы знаете, вдоль Вентуры расположены кафе, магазины, бутики, рестораны на абсолютно любой вкус и бюджет. И еще, что немаловажно, буквально в шаговой доступности отсюда находятся продуктовые магазины. Конечно, школы отличных уровней и рейтингов. То есть здесь вы получаете абсолютно все, что необходимо вам для легкой и комфортной жизни. И осматривая задний двор, стоит обратить внимание на несколько вещей. Первое, это, конечно, отдельная стоящая зона гриль-барбекю, где есть также барная стойка, где вы можете легко разместить несколько людей. А с обратной стороны есть даже встроенный холодильник. Газон на заднем дворе, он, конечно же, не настоящий, так называемый артифишл. За ним достаточно легко и дешево ухаживать. Пул-хаус, это то, о чем мы говорили в начале данного видеоролика, это дом у бассейна, который на самом деле достаточно просторный. Вы можете легко разместить внутри даже стол для бильярда, либо даже повесить телевизор на экран и наслаждаться просмотром футбольных спортивных матчей вместе с вашими друзьями. Ну и, конечно, была продумана отдельная зона для санузла с душевой кабиной, раковиной и, конечно же, унитазом. Ну и, конечно, куда в Калифорнии иметь дом без бассейна? Здесь он также имеется, оптимального размера, с соленой водой. Конечно, есть свой собственный спа и камин, который был встроен в пол. Ну а теперь мы с вами осмотрим второй этаж. Благодаря широким дубовым лестницам мы туда сейчас и поднимаемся. На втором уровне расположены четыре спальни, включая, конечно же, главную. Еще хочу, чтобы вы обратили ваше внимание на стену. Здесь есть те же деревянные панели, которые вы видели раньше на первом этаже, когда любого вам делала обзор. Благодаря двум встроенным окнам в дом попадает достаточно натурального и естественного света. Также они покрыты тонкой пленкой, поэтому в доме не становится слишком жарко. Ну вот мы и на втором этаже. Что мне здесь очень нравится, это то, что главная спальня, она как будто изолирована и находится абсолютно отдельно от всех остальных гостевых спален, которых здесь в этом доме аж три. Все четыре спальни очень похожи, поэтому мы рассмотрим их довольно быстро. В первой спальне хорошее освещение благодаря двум окнам, красивой гардеробной комнате просторной, со встроенными полками и, конечно, ящиками. Ванная комната здесь похожа на другие ванны и санузлы, которые Люба уже показывала вам, с белыми кварцевыми столешницами и, конечно, темно-серой плиткой как на полу, так и на боковых стенах. Здесь, к сожалению, нет ванны, но зато есть своя собственная душевая кабина. Вторая гостевая спальня находится также здесь. Спальня хорошего размера, конечно, она меньше, чем главная, которую мы увидим через минуту, но все равно большая, как для второстепенной спальни. Ну вот мы и в самой главной комнате этого дома, primary bedroom, главная спальня. Что же ее отличает от предыдущих комнат, которые мы уже видели в этом доме? Конечно, первое, это пространство. Данная комната одна из самых больших в данном доме. Потолки здесь намного выше, чем в других зонах этого дома. И еще есть деревянная балка на потолке, которая добавляет еще больше уюта вашему дому и комнате в целом. Акцентная стена, камин, который обложен натуральным камнем. И еще, собственно, гардеробная, куда вы можете зайти. Она очень просторная, огромное количество полок и шкафчиков для вашей одежды и аксессуаров. Ну и с главной спальни мы попадаем в главную ванную комнату, так называемую primary bathroom. Что ее отличает от предыдущих санузлов, которые мы видели? Конечно, эта тона и яркость, она выполнена в более светлом оттенке. И есть две раковины. На всю стену мы видим зеркало. И с потолков свисают действительно интересные light fixtures, так называемые светильники. В этой ванной комнате есть отдельно стоящая ванна с раковиной, душевая кабина со скамейкой. А за этой дверью спрятан унитаз. Вот и подошел к концу наш тур по этому прекрасному дому. Если вы еще этого не сделали, то обязательно ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на наш канал. Да, обязательно это сделайте. И еще наши контакты находятся внизу в описании по данным видеороликам. Также вы там найдете ссылку на наш инстаграм. Если у вас остались какие-то вопросы, комментарии, мы всегда рады с вами пообщаться, познакомиться и проконсультировать. Увидимся уже в следующем видео, друзья. Счастливо. Всем пока-пока.